всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня я хочу пройтись по итальянской кухне приготовлю одно простое такое народное но дико вкусное блюдо паста и фаджоли в переводе с итальянского дословно означает макаронные изделия и фасоль фасоль содержит много белка поэтому блюдо это фактически сразу два в одном и углеводы и белок в основе лежат понятно макаронные изделия и фасоль а вот дальше начинаются некоторые различия иногда добавляют упаренные протертые томаты пассату вот такую иногда вместо пассаты томатную пасту используют иногда томаты вообще никакого вид не добавляют практически всегда присутствует свиной жир в той или иной форме то есть либо в виде вытопленного сала либо в виде сала нарезанным кусочками либо в виде свиной шкурки иногда в блюдо идет сыровяленый окорок прошутто иногда сыровяленая панчетто короче много разных вариаций подготовку я начал еще вчера когда замачивала фасоль добавив в воду немного соды и сейчас самое время продолжить нарежу сало и поставлю его вытапливаться в оливковом масле масло обязательно extra virgin ароматная с горчинкой нагрев совсем не сильный шкварки мне не нужны нужно чтобы сало всего лишь немножко под вытопилась я пока нарежу стандартный набор овощей морковь лук стебель сельдерея самое время ароматизировать смесь жиров понадобится чеснок веточка розмарина несколько лесочков шалфея и парочка очень острых перцев нагрев все такой же слабый чтобы ничего не сгорело понадобится буквально 1-2 минуты чтобы масло впитало себя все ароматы ну и хватит пожалуй пора положить овощную нарезку она называется мир пуа обжаривать нужно на среднем огне минут 15 к этому времени фасоль как раз доварится теперь что касается пасты в это блюдо чаще всего идут такие очень короткие трубочки тубетти я вчера объездил целую гучу местных магазинов таких не нашел взял результате вот такие тригатоны они конечно крупноватые в идеале паста по размеру должна соответствовать размеру фасоли так что сейчас все итальянцы дружно плюют в экран компьютера все замечательно обжарилась пора убирать отсюда шалфей и розмарин и можно добавлять фасоль но для того чтобы получить более кремообразную текстуру готового блюда часть фасоли нужно обязательно пробить блендером ну или протереть через сито как вам удобнее короче часть отложу сразу к овощам кстати из фасоли также надо удалить ветки розмарина и шалфея ну и чеснока тоже почти весь фасолевый бульон нужно отлить в сторонку я им позже буду регулировать густоту соуса а теперь поработаем блендером вот на этом этапе при необходимости фасолевым бульоном регулируем густоту соль и перец обязательно и пассату теперь доводим до кипения на среднем огне и обязательно постоянно помешиваем если не мешать такой густой соус моментально пригорит и как только он закипит добавляем пасту и продолжаем варить все так же помешивая при нужде добавляя бульон из-под фасоли вот этот метода варки пасты сразу в этом соусе они отдельно это одна из особенностей неполитанской кухни так соус становится еще более крахмалистым и классным как только макаронные изделия сварится знаете все готово так Вот такое простецкое, но очень любимое итальянцами блюдо. Очень вкусное, класс. Очень насыщенное, очень мясистое, я бы сказал, как будто здесь мяса много. Для любителей копчености можно добавить, конечно, копченого бекона, копченые панчетты, но это будет немножко не то. Сыровяленое тоже, если вам недостаточное мясо, но на мой вкус, даже в таком варианте, без сыровяленого окорока, без прошутта, это уже классное самодостаточное блюдо, извините. Обязательно попробуйте такое приготовить. Просто класс. Вот серьезно. Итальянская кухня, это, наверное, одна из лучших кухонь мира, я считаю. Огромное спасибо за компанию. Если что-то не понравилось, пиндюрите дизлайк. Понравилось? Шлепните лайк, чтобы я понимал, что все нормально. Итальянцы, напишите, как в ваших краях готовить такое блюдо. Очень интересно. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!